Сегодня в России день памяти и скорби. 75 лет назад началась Великая Отечественная война. Венки и цветы к мемориалам воинской славы сегодня по традиции возложили в Парке Победы и на Ставерном Северном кладбище. Минуты молчания участники почтили память погибших в годы войны. Амичи защищали Москву, насмерть стояли у стен Сталинграда, героически сражались в Курской битве, освобождали Украину, Белоруссию, Прибалтику, брали Берлин. И сегодня амичи собрались в мемориальном сквере на Конево, зажгли свечи и вспомнили тех, кто не вернулся с фронта. Подробнее Юлия Думанова. Вспомнить подвиг ветеранов пришли со всего Левобережья. Возле памятника воину-освободителю в сквере на Конево в этот день амичи собираются более 10 лет. Любовь Таран пришла на встречу, чтобы рассказать о подвиге своего отца Михаила. Младший лейтенант, 19 лет, под его руководством были люди много старше его. Ему удалось на Курской дуге поднять свою роту в атаку. Снайпер снимал пулеметчиков и атака захлебнулась, не могли подняться солдаты в атаку. И тогда он подполз впереди лежащей убитой лошади и из-за нее снял этого снайпера. К этому дню общественники нового города подготовили газету «Бессмертный полк». В ней портреты тех, кто воевал. Информацию о родственниках присылали сами амичи. Кто-то рассказал фронтовую историю, кто-то сочинил стих. Писем было так много, что решили выпустить еще пять номеров. Историю о подвигах амичей общественники принимают еще месяц. Некоторые, оказывается, информацию свою потеряли, утеряли. И они начали сразу думать, так, где же мне ее взять, в каком альбоме. И вот сейчас я разговаривала с одной женщиной, которая нашла в газете свой портрет, портрет своего дяди. И рассказывала, как она искала на всех сайтах. И нашла в книге памяти, нашла о нем информацию о своем дяде. И вот она вот счастливая говорит, теперь мой внук будет знать. И мой внук видит в газете, увидит его портрет, его будет деда. И вот это замечательно. Любовь Чупина и ее внук Максим в газете нашли портрет прадеда Петра. Материал сдали одними из первых. Сочинение о том, как он получил контузию. Его контузило, он очень долго не слышал. А его коня убило. Но он снял уздечку с коня, похоронил коня. Ему очень было его жалко. И эту уздечку он очень привез и хранил, как верного друга, что он его не раз спасал. Добровольцами на фронт в Великую Отечественную вызвались 280 тысяч амичей. Половина из них домой не вернулась. В память о них пришедшие зажгли свечи. Вчера, 21 июня, вечером было роздано более 8 тысяч свечей активистами регионального общественного движения «Новый город» вместе с листовками. В основном люди реагировали очень положительно, доброжелательно. Но иногда молодым приходилось объяснять, что это за свеча, что это за листовка и что это за день. Юлия Думанова и Сергей Гаврилов. Антенна 7. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова